Напомню, до президентских выборов в США остается менее месяца, а прогнозы аналитиков относительно исхода президентской гонки постоянно меняются. По данным свежего соцопроса, Трамп опережает свою соперницу от демократов в двух колеблющихся штатах Мичигане и Висконсине. Также стало известно, что нового раунда дебатов не будет. 45-й президент США заявил, что он не собирается участвовать в них, несмотря на рост его популярности в предвыборных опросах. Как США готовятся к президентской гонке, детали в авторской рубрике «Таблица Менделевой». До президентских выборов в США остается меньше месяца. Страсти накаляются, а мировое аналитическое сообщество пытается предсказать, кто займет Белый дом – Трамп или Харрис. «Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это таблица Менделевой. Давайте разбираться вместе». Фаворит гонки до сих пор неопределен, и предположения аналитиков меняются постоянно. Компания ActiVote опубликовала результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис на 1,2%. Что, конечно же, очень сильно не нравится демократам, которые продолжают подминать под себя СМИ. Но кто у руля, тот и материалы заказывает. В сеть утекли эксклюзивные кадры. На них продюсер одного из шоу на американском телеканале MSNBC признался, их канал целиком и полностью работает на Камалу Харрис. То есть MSNBC просто делает все, чтобы Камала была избрана? Да-да, это доказывает то, что я говорю, что эта новостная сеть неотличима от партии. Они просто рупор демократической партии? Именно так. И никак иначе, бывший госсекретарь Хилари Клинтон призвала власти США установить полный контроль над информационным пространством. Политик заявила, необходимо отменить раздел, предоставляющий интернет платформам иммунитет. Теперь мы знаем, что это был слишком простой взгляд. Что если платформы, будь то Facebook или TwitterX, Instagram или TikTok, чем бы они ни были, не модерируют и не контролируют контент, то мы теряем полный контроль. А Нью-Йорк Таймс после того, как из гонки выбыл самый зрелый кандидат Джо Байден, теперь пытается спекулировать на теме возраста Трампа. Журналисты пишут, выступления белокурого кандидата якобы становятся все более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания. Однако сторонники Трампа в информационном противостоянии не отстают. Они запустили в продажу книгу «Достижения» Камалы Харрис. Все страницы бестселлера абсолютно пустые. На стороне республиканца и Илон Маск, американский предприниматель, убежден, предстоящие выборы президента США станут последними, если Трамп проиграет. По его мнению, в случае победы Харрис США скатятся в тиранию, а Трамп является единственным, кто может спасти демократию. Тебе кранты. Это точно. Если он проиграет, мне кранты. Похоже на то. Ты не можешь просто взять и сказать, а ну я... Вопрос будет только о том, сколько мне теперь сидеть в тюрьме, и увижу ли я еще своих детей. Не играют на пользу демократам конфликты на Ближнем Востоке, в Украине, а также стихийные бедствия. В частности, безразличие властей к пострадавшим в результате урагана американцам спрятать перед выборами не удается. У Вашингтона попросту не хватает средств для ликвидации последствий природных катастроф, пишет Зои Шлангер в статье для «Атлантик». Мы вложили почти 300 миллиардов долларов в Украину, и при этом администрация Байдена предлагает людям по 750 долларов на экстренные нужды, в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был. Я был в Северной Каролине весь день и видел очень мало людей, кроме тех, кто сильно пострадал. Один человек сидел на камне, потому что у него ничего не осталось. Он сидел на камне. Американцы в соцсетях предлагают переименовать Флориду в Украину, чтобы ускорить процесс выделения помощи из федерального бюджета. Еще до предстоящего голосования власти уже начали открыто запугивать своих избирателей угрозами вмешательства иностранных государств. В активной фазе и разработка стратегии действий после голосования. Вокруг Белого дома в Вашингтоне появился дополнительный двухметровый забор, зафиксированный бетонными блоками. Ближе к ноябрю территорию расширят, ведь беспорядков и недовольств при любом раскладе не избежать.